Азур Попробуйте проникнуть в недра культуры слова, пережить с артистом все, о чем он говорит. Пообразите ситуацию, и вы поймете сущность. Каждая рифма, каждое слово будет восстанавливать картину в вашей голове. Музыка дополнит и передаст окраску. Ритм позволит почувствовать темп жизни и смену событий. Это самое малость того огромного мира, о котором я хочу рассказать. Мира, в котором я живу. Я читаю рэп уже как 7 лет. Как и все другие, мы делали это для себя. В узком кругу друзей и одноклассников. Писали про что угодно и как угодно. Но с возрастом мысли приобретают форму, как камни после огранки. Таким образом, рэп для меня это андеграунд форма самовыражения. Субтитры создавал DimaTorzok Почему я выбрал именно рэп? Не знаю. Я не смог объяснить, почему именно хип-хоп, а не что-то другое. Для меня главные слова. Иногда бывает, мы выступаем на вечеринках, где людям не нравится наша музыка. Я думаю, это потому, что они любят песни не ради слов, а ради ритма. Даже если мы пишем ритмичные песни, мы пытаемся сохранить баланс ритма и смысла. Если смысла нет, то рэп теряет свое истинное значение. Позови, и я пойму, как ты искала выход в темных тоннелях, лабиринт основ, как рисовать на песке в городе Нитров. Под землей. Земля в данном случае не то, на чем мы ходим, а то, что истоптанно грязью, пошлостью, мнимой роскошью. И когда мы находим что-то родное, хотя культуры чужой, чем это, нужно еще поискать, пытаясь самовыражаться, иногда букв на бумаге бывает просто недостаточно. В поисках большего мы находим музыку. Найдя гармонию нот и слов, перед нами становится новая задача – увековечить созданное сляние. Добившись и этого, останавливаешься, независимо от себя. Но андеграунд существует не только в рэпе. Андеграунд есть в музыке, в живописи, в искусстве. Андеграунд – это то, что сделано искренне. Не ради денег и не ради того, чтобы кому-то угодить.